Итак, всем привет! Я решил вам рассказать о том, как можно найти любого человека по фотографии, как делают ЦРУ, ФСБ, ФБР, КГБ и прочие буквы. А вы в курсе вообще, что за нами следят с помощью всех этих камер и даже с помощью вебки или камеры на телефоне? Поэтому, знаете, когда тупые пиндосы захотят еще раз понаблюдать за мной через вебку телефона, то они видят черный экран, ибо я практикую заклеивать камеры еще и на телефоне. Но сперва, давайте я расскажу вам одну историю. Ехал я несколько лет назад в метро на вписку, чтобы тусоваться, там, пить, курить, сексом за ним. Ладно, меня никогда не звали на вписке. Ну и вот, сидит передо мной безумно красивая женщина. Ну, знаете, такая... И я не растерялся, и в тот момент, когда она выходила, я телефон к уху прислонил, типа, звоню кому-то. А сам сфоткал ее. Но, знаете, это крысиные приемы. И когда я пришел домой, я не начал дрочить на эту фотку. Я зашел на сайт FindFace. Многие его помнят, так как он сделал революцию в нашей стране. И любой мог найти русскую веб-модель в ВК и написать ей любовное письмо. Если вы не знаете, то у нас был очень крутой сайт fanface.ru, и он по фотографии лица мог найти самые похожие профили в социальной сети ВКонтакте. И работал, ну, очень круто. И вот когда я зашел на сайт FindFace, то вот что высветилось. Да, и до сих пор эта фигня висит на сайте. Продажные мрази. Блин, когда-нибудь я найду тебя, любимая. Конечно, дегенераты ищут людей по поиску картинки в Яндексе. Знаете, давайте попробуем и мы. Вот у меня есть фото моей девушки. Да, у меня есть девушка, и я даже знаю, что такое секс. Нажимаем поиск картинки по Яндекс, и нам показывают просто таких же тела, которые сфоткались в поле. Ммм, круто, а чё? Ммм, GTA, я бы сейчас поиграл, а не вот этим вот заниматься. Микрофон в руке я держу. Ну и если вписать в Яндекс FindFace, то мы сможем увидеть сайты, которые что-то могут сделать. И первым будет FindFace.sex. Да, он только для лид старше 18 лет. Так что закрываем дверь в комнату, сейчас тут начнется адская дрочильня. Этот сервис показывает максимально похожих порно-актрис на тех, кто на фото. Ну и вот, знаете, закинул несколько фото, и такое как бы. Но, видимо, нет похожих, потому что, наверное, эти девушки уникальны. Запомните их лица. Это мои друзья. А за друзей двор стреляю в упор. Бог создал вора, дьявол прокурора. Есть еще сайт FindClone. Но при входе на него он просит зарегистрироваться, так что он сразу идет нахер. Меня мама учила не регистрироваться на сомнительных сайтах. Но позже я почитал статью об этом сайте, и все же решил зарегистрироваться. И правда, 29 попыток. Ммм, кто бы мог подумать. Ну, начинаем. Вот сперва попробуем определить Соню. И правда, он великолепно работает. И настоящая страница, и двойники. С ума сойти. Я долго экспериментировал, и 90% всегда правильно определяла эта программа. И я в это добавлю кое-что. Это работает нейросеть. Но беда не приходит одна. Попытки заканчиваются, а я так и не наигрался. Но потом увидел, сколько это стоит, и подумал, фух, всего сотка за целый месяц расплюнуть. Потому что раньше на фейнфейс стоило это гораздо дороже. И вообще, знаете, мне мало одного месяца, потому что, когда я листаю тиндер в поисках любовниц, и мне понравится какая-то девушка, то я могу не дождаться ее взаимного ответа, а то я просто ее могу найти через этот сервис, затем открыть страницу в ВК, и признаться ей в любви. И советую вам любить и быть любимыми. Подписывайтесь на мой любвеобильный канал.